Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Мы продолжаем говорить на тему веры. В Евангелии мы встречаем человека из плоти и крови, человека, жившего в конкретное время и в конкретном месте, выходца из среды небогатых ремесленников. Но о нем даже его враги сказали. И мы читаем это в Евангелии от Иоанна. Никогда человек не говорил так, как этот человек. И чем больше мы вчитываемся в текст Евангелия, чем больше пытаемся понять их в их библейском, историческом и культурном контексте, тем более поразительно оказывается то, что Иисус говорит о себе. Он говорил, что пребывал с Отцом прежде бытия мира. Он говорил, что имеет власть прощать грехи. Он говорил, что именно Он, Иисус, придет судить все народы в последний день. Он говорил, что те, кто доверится Ему и последует за Ним, обретут вечную жизнь. И Его слова не дают нам возможности отнестись к Нему, как к почтенному древнему учителю, которого можно при случае процитировать, на которого можно сослаться и убрать книгу на полку. Если Иисус говорил правду о Себе, то Он не древний, занесенный песками времен Учитель, а живой Господь и Спаситель. Вопрос – ты веруешь ли в Сына Божия? Это вопрос, обращенный к Его современникам, точно так же обращен и к нам, людям XXI века. Открывая Евангелие, мы встречаем Его так же реально, как исцеленный им слепорожденный, как мытарь Закхей или Самарянка у колодца. Некогда митрополит Антоний Сурожский рассказывал об этом опыте обращения, которое он пережил в ранней юности. Он писал, «Я сидел, читал и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка, которую я читал медленно, потому что язык был непривычный, я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола тут стоит Христос. И это чувство было настолько разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я смотрел долго, ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было яркое осознание, что тут, несомненно, стоит Христос. Помню, я тогда откинулся и подумал, если Христос живой стоит тут, значит, это воскресший Христос. Значит, я достоверно знаю лично, в пределах моего личного собственного опыта, что Христос воскрес, и значит, все, что о нем говорится, правда. Митрополит Антоний Сурожский, наш современник, мне посчастливилось встречаться с ним лично во время его земной жизни. И вот после этих слов и размышлений мне думается, что христиане – это те, кто принимают свидетельство Иисуса о себе. Мы верим, что то, что Он говорит, – правда. Мы веруем Ему, яку Царю и Богу. Как говорится в чине Крещения. Что это означает на практике? «Я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Это еще произнес псалмопевец Давид. Для нас слово «уповать» звучит несколько архаично, но более современный перевод «надеюсь» может сбивать с толку. Для нас надежда, увы, довольно слабое слово, что-то из выражения, так часто употребляемого, «понадеется на авось». Но псалмопевец именно уповает, полагается на Бога всем сердцем, веряет свою жизнь Ему. Христиане веряют свою жизнь Иисусу Христу, как мы говорим, на каждой литургии сами себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Мы больше не принадлежим себе, мы принадлежим Господу Иисусу. Мы веряем нашу временную и вечную участь в Его руки и на Него, только и только на Него возлагаем надежду нашего вечного спасения. Это есть вера Церкви. Но это и личная вера каждого христианина. Святой апостол Павел говорит, «Живу, веруя в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Христос не просто Спаситель мира и Спаситель Церкви. Он – Спаситель лично каждого верующего. В Евангелии от Иоанна Господь подчеркивает это личное отношение к каждому из спасаемых. «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Христианин полагается на то, что Бог во Христе пришел спасти не абстрактное человечество, но конкретных людей, в том числе и Его, меня, каждого из нас лично. Как говорит об этом святой апостол Павел, «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Эти слова апостола каждый православный христианин повторяет, приступая к причастию. «Верую, Господи, и исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед им мир грешные спасти, от них же первый есмь ас». «Сын Божий стал человеком и ради моего спасения, и был распят из-за мои грехи, воскрес и ради моего оправдания, и вся моя надежда состоит в том, что, совершив для меня столь великое, он меня не бросит, но ведет свое царство», как пишет в толкованиях на послании к римлянам святитель Феофан Затворник. «Веровать – значит утверждаться на Христа верою, с непоколебимой уверенностью полагаться на Христа. Силою веры на Христа преисполняться таким же чувством безопасности, каким исполнен тот, кто стоит на гранитном утесе, среди бушующих вокруг него волн. Верующий посему будет тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, а на вере в Бога. Верует, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, по благости своей не допустит ему погибнуть, спасет и оправдает. Истина о том, что Христос умер за каждого из нас, и если мы усваим ее всерьез, Христос эта истина меняет всю нашу жизнь. Как сказала одна простая женщина, прихожанка нашего храма, если поверить, что Христос умер за меня лично, я же никогда больше в жизни не смогу солгать. Подумаем над этими словами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok